Процесс замены светящего элемента в лампе ультрафиолетово-окрытого свечения из фильтра Pantech BIO 190. Поближе, наверное, надо. Мы уже предварительно отцепили от трансформатора. Приступаем к разборке. Фиксируем верхнюю гайку, откручиваем гермалод. Верхнюю гайку. Это гермалод. Итак, отцепляем гермалод, берем лучшую смазку в мире и аккуратно снимаем гермалод. Не торопитесь его вытащить. В воде будет ржавшись. А так он, видите, ходит мягко и хорошо. Все. Лучшая смазка в мире. Работа свою провела. Дальше откручиваем, фиксируем верхнюю часть и крутим гайку. Гайку крутим по часовой стрелке. Аккуратно, не торопясь. По чуть-чуть. Откручиваем полностью. Убираем гайку в сторону. Отводим гермалод. Внутри получается пыш. Аккуратно тянем за черный кабель. Аккуратно. То есть, без усилий. Он выходит вот так постепенно. Вышли провода. Берем узкогубцы. Аккуратно хватаем внутреннюю часть и примерно в середину диаметра. И сначала одну часть, чтобы стронуть с места. Потом вторую часть. И так проворачиваем до тех пор, пока он не вылезет. То есть, третью часть. Ни в коем случае не вставляем ничего железного между пыжом и стеклом. Все, он вышел. Вышел пыш. Кладем бьющиеся элементы. Достаем саму лампу. Вот у нас лампа. Вытаскиваем лампу. Отстегиваем. Токоль. Берем новую лампу. То есть, не трогаем ее саму. Достаем цоколь. Цоколь очень важен. Расстояние есть узк. То есть, расстояние чуть уже между контактами и шире. Здесь то же самое. Важно, чтобы контакты подходили по ширине и длине. То есть, это важно. Текаем новую лампу. Пока кладем. Вытаскиваем старую лампу. Старая лампа у нее здесь вот. Такой. Наконечник. Снимаем наконечник. Убираем старую-старую лампу. Она, кстати, вот сгорела вся полностью. Берем новую лампу. Зацоколь. Вытаскиваем аккуратно. Надеваем наконечник. Внутри еще есть желатинка, но она иногда выходит, а иногда нет. Убираем из лампа все лишнее, если он там есть. Зацоколь вставляем. Так, как было пыш. То есть, черный проволок, который из пыша предварительно вытащили, вставляем на свое старое место. Здесь видны его отметки. Аккуратно возвращаем пыш на место заподлицо. После этого подводим верхнюю крышку. Включаем российскую супер-смазку. Подводим верхнюю крышку и крутим только гайку. Исключительно гайку. Верхнюю часть не проворачиваем. Подтянули. Все. Сильно тянуть не надо до упора. Дальше возвращаем гермовод. Здесь у нас сейчас вот так вот прокрутится, вылезет. Родненький. Вот гермовод. Также российская супер-смазка. За красный манжет подводим. Втыкаем гермовод и затягиваем гайку. После этого подключаем к трансформатору и радуемся новому чистому пруду. Куда нажимать? На черный.